Привет, друзья! Меня зовут Александр Макушин и здесь, на своем канале, я рассказываю о фотографии обработки. Сегодня поговорим о цитовом пространстве лап. Я использую несколько приемов, которые позволяют очень быстро улучшать фотографии. О них я решил сегодня поведать. Покажу три вещи, которые активно применял и применяю в своей практике. Не могу сказать, что они революционные, но их запросто повторить любому желающему и гарантированно сделать фотографии лучше. Не будем задерживаться и сразу переходим к делу. Первый и самый простой прием будет заключаться в улучшении цвета снимка и повышении локальной насыщенности. Что мы делаем? В качестве примера у меня обычный 8-битный JPEG, что ограничивает наш динамический диапазон, но так даже нагляднее. Первое, что нам нужно сделать, это перевести слой в цветовое пространство лап. У меня здесь лишь один слой с фотографией, у вас их может быть несколько. Важно объединить все слои в один. Делается это комбинацией клавиш Ctrl-Alt-Shift-E. В данном случае, так как у меня один слой, я создаю копию. Это очень важный момент. И далее мы этот слой копию превращаем в смарт-объект. Вызываем контекстное меню и преобразовываем. Затем двойным кликом по этому слою мы вызываем дополнительное окно, где открывается наш смарт-объект. Вот это наше окно имеет расширение PSB. И затем уже в этом окне мы меняем наш режим с RGB на Lab. Что мы будем улучшать? Так как речь была о насыщенности, то и будем повышать насыщенность. Повышать насыщенность не всей фотографии, а локальных участков. В YouTube множество одинаковых уроков. Для того, чтобы повысить насыщенность картинки целиком, вы можете найти их с помощью поиска. Я же буду показывать, как делать увеличение локальной насыщенности. И делается это безумно банально и просто. Мы создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенность. И здесь выбираем те цвета, которым и будем повышать насыщенность. Делать это также можно с помощью пипетки. И у этой пипетки, в зависимости от цвета, необходимо правильно определить размер образца. Как правило, у меня это значение 3х3, 5х5, 11х11 пикселей. Я не беру более широкий охват пикселей, так как боюсь зацепить другие оттенки по ошибке. Я хочу повысить насыщенность травы, платье, шляпы и вот этого закатного солнца. Начинаем с травы. Выбираем зеленый. И просто подтягиваем значение насыщенности. Сделать это можно и с помощью пипетки. Мы лишь указываем на значение травы. У нас фиксируется этот участок. И мы подтягиваем значение насыщенности с помощью вот этого ползунка. Делать это также можно с помощью пипетки. Просто кликаем по траве. И тянем мышку вправо или влево, если нам хочется насыщенность поубавить. Сейчас у вас появится вопрос, зачем переводить в лаб, если все то же самое можно сделать в RGB. Суть в том, что цвет в RGB меняется сочетанием трех цветовых каналов и яркости. Яркость включена в цвет. И всегда будет меняться в зависимости от изменения этого цвета. В лабе яркость имеет свою линейку и при работе с цветом она не задействуется. Хотя это уменьшает количество вариантов оттенков, получаемых таким образом, но цвет остается более гармоничным. В каком-то смысле работа в таком режиме напоминает ползунок сочность. Давайте посмотрим на два примера для того, чтобы сравнить. Я выкрутил насыщенность травы на 100% и в режиме RGB это выглядит вот так. А в режиме лаб насыщенность на 100% выглядит так. RGB, лаб. Я думаю, что разница очевидна. В RGB у нас есть пересвеченные оттенки, которые абсолютно выбиваются. И создается общее впечатление такой кислотной картинки. С лабом все гораздо мягче, без пересветов. Итак, мы повысили значение насыщенности у травы. До, после. Теперь повысим насыщенность платья и цветов. Создаем еще один корректирующий слой отстовой тон насыщенность. Выбираем инструмент пипетка. Кликаем по платью и тянем насыщенность. Так как мне этот синий цвет кажется не совсем подходящим, я чуть-чуть и подкручиваю значение цветового тона. Для того, чтобы сочетание цветов было более гармоничным. Естественно, у нас есть маска и мы можем на ней работать, что-то удаляя с помощью черной кисти. Например, я хочу вернуть оттенки наших цветов. Поэтому выбираю черную кисть. И на белой маске прохожу по этой области. До, после. Затем мы повышаем насыщенность закатному солнцу и цвету шляпы. Создаем еще один корректирующий слой отстовой тон насыщенность. И далее пипеткой кликаем по деревьям или шляпе. И также чуть-чуть подтягиваем значение насыщенности. До, после. Также скорректирую немного тон. Когда мы указываем с помощью нашей пипетки на конкретный участок, у нас определяется его цветовой диапазон. Естественно, его можно расширять или сужать вручную. Для того, чтобы точнее попадать в цвет. Станавливаемся на таком результате. Объединяем все наши свои в общую группу. И смотрим на результат. До, после. Вот такой простой способ очень аккуратно и деликатно повысить насыщенность. Сейчас мы улучшим микроконтраст. Точнее добавим объем на снимок. Для этого мы создаем корректирующий слой. Кривые. И вот здесь я всегда фиксирую точку. В самом центре этой кривой. Для того, чтобы работать исключительно с верхней частью этой кривой. Приближаем снимок. Выбираем инструмент пипетка. Вот этот пальц. И смотрим внимательно диапазон тех участков, которые мы будем разгонять. Обычно все эти точки находятся вот в этой части нашей кривой. С ними мы и начинаем работать. Просто подтягивая их вверх. Изменение микроконтраста мы будем видеть визуально. Так кривая очень чувствительна. Делать коррекцию нужно очень аккуратно и очень деликатно. До. После. Надеюсь, что результат вам заметен. Объем стал более выраженным. Снова. В RGB режиме это можно сделать. Но в рамках одной кривой практически нереально. Так как у нас начнет теряться цвет. Итак, после всех манипуляций. Картинка до. Картинка после. И последний трюк. Добавление легкой тонировки. Об этом приеме я рассказывал в одном из предыдущих роликов. Вспывающую подсказку уже в угол экрана. Мы создаем корректирующий слой уровня. Переключаемся на каналы A и B. Не трогаем канал яркости. Канал A это диапазон зеленого и красного. Канал B у нас отвечает за синий и желтый. Сочетая эти цвета, мы можем придавать определенную тонировку фотографии. Хотим ее сделать теплее. Значит, нужно повысить значение желтого и красного каналов. Которые смешиваясь, придадут нашей фотографии оранжевый оттенок. Переключаемся на A, чуть-чуть добавляем красного. Переключаемся на B, добавляем желтого. Не хватает холодных оттенков, переключаемся на канал B и добавляем синего. Смотрим итоговый результат. До. После. В лабе есть своя логика работы с светом, но этому я посвящу обязательно другой ролик. А пока предлагаю использовать уровни исключительно для небольшой цветкоррекции. И этот цветкоррекции всегда будет зависеть от тех условий и того цвета, которые вы хотите получить на фотографии. Там, где должны присутствовать холодные оттенки, мы будем тянуть синий и зеленый. Там, где хотим получить более теплые оттенки, будем тянуть красный и желтый. После всех операций мы закрываем это окно либо кликом мыши, либо сочетанием клавиш Ctrl W. Photoshop нас спрашивает о сохранении изменений. Мы нажимаем «Да». Вторая вкладка закрывается и мы перемещаемся на первую, где у нас и был размещен смарт-объект. Мы можем впоследствии растрировать наш слой и далее создавать новые корректирующие слои для улучшения фотографий. По-моему, вышло неплохо для 8-битного JPEG. Еще раз повторюсь, все то же самое можно сделать и в режиме RGB, но времени уйдет гораздо больше. А если нет разницы, зачем усложнять жизнь? Это был базовый LAB, который, надеюсь, пригодится и вам. Пробуйте, редактируйте и затем оставляйте комментарии, помогла ли вам техника или нет. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всячески проявлять активность. Это очень мотивирует развивать канал. Прощаюсь, желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok